Итак, Юрий Викторович, как Вы оказались в медицине? Поступил в институт после Советской Армии, после службы в рядах Советской Армии. Закончил его, стал доктором, закончил интернатуру. По семейным обстоятельствам переехал в Киев в 1995 году. И устроился на работу в Деснянском районе врачом неотложной медицинской помощи. Где я благополучно работал, проработал. Потом предложили стать заведующим отделением. Тогда оно называлось районное отделение, объединяло несколько поликлиник, несколько бригад. И обслуживало практически весь Деснянский район. Как взрослое, так и детское население. Потом прошло еще какое-то количество лет. Предложили должность ночмеда. Тогда еще в поликлинике проработал 7 лет ночменом здесь же. Потом пришло время, предложили в момент реформы, реорганизации поликлиник в консультативно-диагностический центр. Должность директора. На что я и согласился. И работаю директором со дня существования консультативно-диагностического центра. Ну вот скажите, отличие вот хлопотнее сегодня или в то время было? Насколько отличаются? Хлопотнее сегодня, потому что идет реформа. Реформа здравоохранения огромная, которая что-то ломает, что-то сохраняет. Хлопотнее сегодня. Хлопотнее было в момент образования консультативно-диагностического центра. Это была новая структура, новые условия работы, новое финансирование, новые взаимоотношения между врачами, между собой, между врачами и пациентами, между врачами консультативно-диагностического центра и центра первой медико-санитарной допомогой. Со временем это как-то утряслось, сложились отношения, сложились условия работы, структура работает. Структура достаточно большая, огромная. Люди разные, пациенты разные, сотрудники разные. Все как везде. Полторы тысячи сотрудников – это полторы тысячи сотрудников. Скажите, ну а почему именно такая форма была придумана? Консультационно-диагностический центр взамен центральной поликлиники. Что он подразумевал? В чем разница? В чем разница? Потому что произошло разделение на первичный уровень медицинской помощи и на вторичный уровень специализированной медицинской помощи. Первичный уровень – это семейные врачи, бывшие участковые терапевты, педиатры участковые, которые являются, может быть, некрасивое слово, диспетчером, которые видят в первую очередь пациента, первую ему дают помощь, и потом уже должны его направить в нужное русло, обследованное, в нужное русло, где пациента ждет врач узкой специальности, который его проконсультирует, порекомендует лечение и будет в дальнейшем его наблюдать. Наверняка вы интересуетесь, как эти все события происходят у соседей, за рубежом. То есть, что, по вашему мнению, делается не так? Ну, для того, чтобы сказать, что делается не так, наверное, надо провести достаточно глубокий анализ с первого дня реформы до сегодняшнего дня. Есть, конечно, какие-то ошибки, шишки набиваются, все это идет. Но я первое, чтобы сказал бы или хотел бы, чтобы поменялось достаточно много законодательства. Да, многие советские наказы, приказы отменены, если не все отменены. Но нужна законодательная база для новых трудовых отношений между руководителем и подчиненным. Если мы уже хотим что-то требовать от своих сотрудников, должны быть другие трудовые отношения. Ну, хорошо. Можете насчитать простую модель? Вот как должно быть в нашем государстве с учетом нашего менталитета? Я на сегодняшний день не руководитель государственного масштаба. Мы стремились, честное слово. В Яснянском районе достаточно хорошая, я считаю, сделанная модель. Сделан один консультативно-диагностический центр и четыре центра по МСД. Но реформа идет дальше, и стоит вопрос об объединении четырех центров в один. Ну, что, скорее всего, так и должно быть. Хотя это будет очень тяжело. Я искренне сочувствую руководителю, который его возглавит. Особенно в первое время это будет огромная махина, и ей достаточно сложно управлять. Но управлять можно. Управлять можно, и история существования КДЦ, пятилетняя, показывает, что можно управлять достаточно большим коллективом. Количество лекарственных препаратов растет, уровень медицинского обслуживания растет, а люди продолжают болеть все больше, больше и больше. Почему? Ну, потому что, не дай Бог, жить во времена перемен. Это перемены. Наше население может быть не совсем подготовлено к проведению реформы. В чем именно? Не совсем готово. Ну, был Советский Союз, когда любой пациент получал все, что он считал нужным. Бесплатно? Бесплатно. Я же не против бесплатного вздракнения, я только за. Но кто-то за это все равно должен платить. Или государство, если оно такое богатое. Или же пациент, но должен быть какой-нибудь минимальный, фиксированный уровень бесплатной медицинской помощи, что и предусматривает реформа. Потому что ЖК приняла, что мы гарантированный первичный, вторичный уровень, экстренная допомога должна быть бесплатно. Но, к сожалению, реформа должна проходить, когда есть законодательство, когда есть финансирование. Достаточно материально-техническая база. Если мы начинаем реформу, и у нас нет достаточно материально-технической базы, это очень тяжело. Хорошо, ваши коллеги за рубежом получают достаточно высокие зарплаты и гонорары за счет существования так называемой системы страховой медицины. И об этом в свое время в Украине говорили. Почему? Почему говорили? Достаточное количество страховых компаний, которые страхуют, продают свои полюсы и потом обслуживают. Ну, прижилось, не прижилось, она пытается прижиться. Нельзя проснуться, нельзя проснуться в другой стране. Надо долго, кропотливо всем работать, всем идти к тому, чтобы это прижилось. Чтобы люди поняли, что нельзя идти с пляжа, открыть дверь к врачу ногой и сказать, вы мне должны посмотреть. Ну, почему так можно сказать? Потому что ты перегрелся на пляже. Некорректно. По отношению к врачу, по отношению к тому государству, которое вырастило, дало образование этому врачу и которое направляет его на работу для оказания медицинской помощи. Должно быть взаимоуважение. Нельзя, ну, бывает экстренная медицинская помощь, когда надо сегодня на сегодня, сейчас на сейчас. Но бывает плановое лечение пациента, и врач принимает решение, и должен принимать решение, когда пациенту обследоваться, какие обследования должен пройти, а не потому что я хочу дорогостоящее обследование, потому что вот это я хочу. Но это не панацея. Врач принимает решение, что надо больному и для чего надо больному. Потому что приходят пациенты, спрашивают просто, вот зачем вы хотите сделать дорогостоящее исследование, компьютерная томография, магнитно-резонансная томография, зачем? А вот так вот. Говорят, вы сделаете, вы сможете его интерпретировать, можете себе назначить лечение, можете сделать правильный вывод. Нет. Так зачем оно вам надо? А вот мне там соседи сказали, еще кто-то сказал, я считаю, что мне надо. И звучит фраза, если мне надо обследование, мне обследование всего. Чего всего? Всего организма. Но может быть это происходит из-за того, что пациент не верит в квалификацию врачей? Нет права выбрать себе врача, пусть найдет врача, в чью квалификацию он верит. И у нас достаточно хорошие, квалифицированные врачи, нельзя говорить, что у нас плохие врачи. Они работают как у нас, и весь мир их ждет, их готов принимать. Вся та же Европа готова принимать наших врачей. И мы издавна знаем, что работали как и на Востоке, так и в Европе, как работали, так и работают. Те же стоматологи, те же хирурги, гинекологи, анестезиологи уезжают. Да, они уже оттуда на заработки. Да, они там зарабатывают деньги, но никто же не рассказывает об их, допустим, условиях труда. В той же ливии, когда они работали. В условиях труда, в условиях жизни. Это за счет сокращения каких-нибудь жизненных принципов идет большой заработок. Что ожидает центр завтра? Какие перспективы, какие новые направления вы разрабатываете? Есть ли какой-то план развития? Есть. Расскажите. Не расскажу. Не расскажу. Потому что в двух словах хочется, чтобы консультативно-диагностический центр работал. Да, есть направления новые. И так достаточно сделано много. Хочется, чтобы, самого простого, чтобы каждый врач мог видеть не только рентген снимки на мониторе, а также анализы, чтобы лаборатория была оброчена в нашу созданную сеть для променевой диагностики. Хочется развивать новые какие-то направления по хирургии. Хочется развивать, чтобы не стоялось. У нас нет дневного стационара, мы вынуждены это делать. Чтоб некология хорошо работала, оборудование, чтоб было новое, чтоб не было очередей на зубное протезирование, к врачу-гинекологу, на УЗИ-аппарат, чтоб этого не было. Ну, и достаточно много врачей, которые не стоят у хирургического стола, которые общаются с пациентом напрямую. Это врачи узких специальностей, невропатологи, кардиологи, аллергологи, полигонологи, очень много. Они просто сидят себе в кабинете, просто лечат, диагностируют. Хочется, чтобы у них были нормальные условия для работы, чтобы они на работу шли с желанием и с работы шли с желанием. И получали достойную зарплату. У нас есть контакты, наши врачи неоднократно ездят на конференции, узкие конференции. Это небольшая такая конференция, которую проводит фармацевтическая компания. А узкие конференции узких направлений, онкология, травматология, общая хирургия, ездят, принимают опыт, получают, там дают возможность и оперировать, чтобы они научились, набили руку и оперировали наших граждан. То есть у вас есть, я насколько понимаю, ряд каких-то проектов совместных? У нас есть совместные проекты, исследовательские проекты у нас и есть. Плюс медицинские проекты по развитию палеоативной помощи, по хирургической помощи, чтобы облегчить жизнь, лечения, страдания наших граждан при тяжелых болезнях. Но на это надо время, я бы не хотел сейчас это полностью раскрывать, потому что опять обвинят в коррупции или еще в чем-то. Хорошо, когда? Хорошо, прошу, скоро. Реализация начнется скоро. Скоро, надеюсь, в этом году. Они реализовываются, но есть этап подготовительный, который затрагивает огромное количество времени, сил, энергии. Мы готовимся. И это будет приятным сюрпризом. Когда мы будем готовы, мы пригласим вас, и вы сможете снять об этом сюжет. То есть медики Деснянского района готовы удивить пациентов? Готовы удивить. Они удивляют и готовы удивлять. Дальше. Спасибо. Спасибо и вам.